Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Анастейшн, и в этом видео вы прямо сейчас уже можете наблюдать, у меня здесь куча всего, еще один телефон, который снимает вблизи, куча косметики, здесь даже паутина, возможно, видна, и сзади хэллоуинский фон, и у меня такой подок летучей мышки, все потому что сегодня вместе с вами я решила, как в прошлом году, повторить традицию перед Хэллоуином, выбрать с вами несколько прикольных макияжей с сайта Pinterest и попробовать их повторить. Сразу скажу, я выбираю всегда простые, но интересные макияжи, потому что сама по себе я не визажист, и краситься я не умею профессионально, поэтому это видео подойдет тем девчонкам, которые, так же, как и я, просто захотят себе сделать какой-нибудь простенький, но крутой макияж на вечеринку к Хэллоуину. Если вам понравится данный ролик, не забывайте оценивать его пальчиками вверх, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на все мои соцсети, ссылочки вы, как всегда, найдете в описании, а мы начинаем. Для начала, первое, что я сделаю, это вне кадра нанесу тональную основу, у меня она от Estee Lauder, немножечко подровняю кожу пудрой от соды и вернусь к вам. Ресницы у меня накрашены уже специальной краской, поэтому ресницы я сегодня красить не буду, но мы с вами дальше будем пробовать разные прикольные макияжи. Представляю вам первый макияж, который мы будем повторять. Это такое некое огородное чучело, смотрится вроде как просто. Начнем мы с теней. Я взяла палетку Chocolate, у меня в ней очень много оранжевых и темно-коричневых оттенков. Также у меня есть еще одна палетка цвета, из которой могут подойти, это Perfect Filter от NYX. И еще у меня есть вот такой вот наборчик, где также присутствует коричневый с блестками, поэтому я бы его хотела заюзать. Итак, с чего я начну? Нанесу один из самых светлых оттенков оранжевого, и это, наверное, будет из палетки Perfect Filter. Беру и пальчиком наношу на глаза, распределяя по всему веку. Эти конкретно тени очень неудобно наносить кисточкой, поэтому я их всегда наношу пальцем. Теперь буду наносить потемнее из палетки Chocolates. Сначала нанесу вот этот. Тоже пальчиком чуть-чуть сверху, чтобы наш оранжевый был не настолько светлый, а больше все-таки ближе к коричневатому. Вот что у нас получается пока что. И далее я возьму те самые блестки, про которые я вам говорила. Это коричневые, темные, бронзовые блестки от ColourPop. Иду от края и распределяю по верхнему веку. Эти блестки можно наносить прям очень ядрено, но я сделала такой среднячок, чтобы не смотрелось слишком блестяще, потому что макияж у нас все-таки не блестящий, а именно такой должен быть темноватый. Далее нам нужен черный карандаш или черная подводка. Я возьму карандаш, потому что им мне будет удобнее рисовать. Черным карандашом мы сейчас будем с вами прорисовывать нос и рот чучела. И там еще многие делают на картинках нижние ресницы. Я не знаю, смогу ли я это сделать. И может быть это конкретно мы будем делать подводкой. В общем, сейчас разберемся. Давайте начнем с прорисовки носа. Обводим кончик нашего носа в овал и рисуем как будто бы шрамчик. И теперь от уголков губ прорисовываем линию и те же самые черточки. Это как бы продолжение нашего рта. Вот что у нас получилось. Друзья, я поставила сюда ноутбук, чтобы точно не перепутать макияж. И что нам теперь нужно сделать? Теперь в идеале, если у вас есть какой-то оранжевый аквагрин, то есть оранжевый карандаш, мелок или ядреные оранжевые тени, нам нужно закрасить серединку нашего носа и нарисовать два круга на щечках. Реснички с вами нижние прорисуем чуть позже. Также помада у девушки оранжевая. У меня оранжевой помады нет, но я сейчас что-нибудь подберу подходящее. Сейчас прокрашиваем нос и рисуем щечки. Так, теперь рисуем губы. Губы должны быть как можно оранжевее. Так, губки готовы. И нам осталось сделать что-то с нижними ресничками. Кстати, я еще помажу маслом губы, потому что у меня очень они сухие из-за карандаша. Я предлагаю просто подводкой нарисовать, как бы попробовать три нижние реснички, потому что как бы чучело с такими большими ресницами классно, если у вас есть накладные ресницы. Я все смыла, подправила пудрой кожу, и следующие два макияжа будут связаны с глазами. Но учитывая то, как я не смогла нарисовать большие ресницы подводкой, мне кажется, что я вместо подводки попробую это все рисовать черным карандашом. Я сейчас, знаете, что сделаю? У меня, в принципе, верх рыжим накрашен. Я подкрашу нижнее веко оранжевыми тенями. И дальше, в приближенном варианте, покажу вам. Мы с вами будем рисовать паутину на первом макияже и паучка. Вот что у нас вышло, когда я подрисовала нижнее веко. И теперь предлагаю начать мучиться с паутиной и пауком. Конечно, подводкой это рисовать легче, но мне легче карандашом. Слушайте, ну, в принципе, неплохо. Я ожидала, что будет гораздо хуже. Теперь рисуем паутинку такую прямую и паучка на конце. Честно вам скажу, мне кажется, это лучшее, что могло получиться. И на втором глазу я, пожалуй, делать не буду, потому что вообще в макияже у девушки это на одном глазу. Поэтому мы с вами повторяем макияжи из... Повторяем макияжи из Пинтерест. Как вам такой макияж? Мне кажется, это вообще самый такой классный вариант, потому что у нас чисто тени. Мы ничего больше не делаем, мы просто уголок глаза подрисовали, сделали такую паутинку и уже смотрится празднично. Уже, знаете, такой хэллоуинский макияж. Вы могли догадаться, второй макияж тоже будет связан с глазом, поэтому я оставила второй глаз. Но я решила его снимать сразу вблизи, тоже, чтобы вам было удобно смотреть, потому что здесь у нас задействован только наш глаз. Выглядит очень просто. Нам просто нужно нарисовать хаотичные линии. Это может быть как на одном глазу, опять же таки, так и на двух. И, наверное, я все-таки подкрашу черными тенями, чтобы смотрелось получше. Ну, как-то так у меня, друзья, честно сказать, получилось. Оценивать вам в любом случае, повторять будете вы. Я, пожалуй, с вами на этой ноте здесь вблизи попрощаюсь. Я надеюсь, что вам понравился этот ролик. И если это так, то не забывайте ставить свои пальчики вверх, поставьте их, пожалуйста. Чисто поддержите меня за то, что я старалась сделать хоть что-нибудь, показать вам прикольные макияжи из Пинтереста. Я, если честно, вначале думала, что они легкие, классные, мы их с вами с легкостью повторим. Ну, что вышло, то вышло. Не забывайте подписываться на все мои соцсети, ссылочки на которые вы, как всегда, найдете в описании. А сегодня с вами была я, Инна Стейшн. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok